Всем привет! Сегодня я хотела бы затронуть тему подготовки рисунков для публикации в сети. Очень часто мне попадаются на глаза весьма достойные работы, которые представлены в настолько неудачном виде, что становится действительно сложно оценить их красоту и труд автора, вложенный в них. Согласитесь, очень обидно потратить на рисунок несколько часов и в результате так и не показать окружающим его таким, какой он есть на самом деле. Давайте вместе разберем наиболее частые ошибки при публикации фотографий рисунков в сети и научимся их избегать. Данное видео предназначено в первую очередь для начинающих в этой теме, но я не исключаю, что и более опытным пользователям оно может быть полезно. Сначала мы обсудим способы и советы о цифровке работ, а потом разберем на конкретных примерах процесс редактирования получившихся фотографий. Итак, как правильно оцифровать свою работу? Я не случайно использовала слово оцифровать вместо сфотографировать. Дело в том, что у нас есть как минимум два способа перевести обычный рисунок в цифровой. Это фотография и сканирование. Хотелось бы начать именно со сканирования, потому что с его помощью гораздо проще получить ровный, не искаженный в пространстве снимок, сделанный в максимально ровном освещении. Для оцифровки большинства своих работ я использую именно сканер. Почему большинство, а не всех? Дело в том, что изредка я сталкиваюсь с ситуацией, когда сканер не справляется с очень тонкой и нежной по тону штриховкой и делает ее более грубой, чем она есть на самом деле. Вот для примера один из немногих рисунков, с которыми это произошло. В реальности фон рисунка выглядит более нежно, чем это получилось при сканировании. У меня есть подозрение, что подобный эффект возникает только если рисунок выполнен на очень гладкой бумаге. По крайней мере на Ирис Вивальди я с таким никогда не сталкивалась, только на бумаге Бристель. Однако это происходит довольно редко и с большинством цветных работ сканер справляется отлично. Ну а для рисунков простым карандашом сканер и вовсе подходит замечательно. Для сканирования подойдет практически любой, даже самый бюджетный сканер. Идеальным разрешением для сканирования будет 600 дпи, но и 300 вполне будет достаточно. Кстати, при публикации работ в интернете не стоит выкладывать работы очень большого формата. Интернет их сжимает для показа на странице и появляется некоторая размытость и искажение. Я рекомендую уменьшать размер фотографий до 1200 пикселей по максимальной стороне работы. При работе со сканером постарайтесь соблюдать чистоту стекла сканера. Для этого держите крышку сканера всегда закрытой, чтобы туда не попала пыль и старайтесь не сканировать работы, выполненные сыпучими или маркими материалами. Мой сканер в свое время заметно пострадал от сканирования одной единственной работы, выполненной дешевыми кросковыми мелками, крошки от которых я потом удаляла довольно долго. Да, лишние точки и вкрапления на работе потом можно удалить в редакторе. В этом видео я покажу, как это можно сделать. Но лучше, если работа будет изначально чистой. Чтобы на самой работе не осталось крошек грифи или кусочков ластика, рекомендую вам воспользоваться крупной макияжной кистью. Можно даже самый дешевый. Я таки заказываю в Китае на Алиэкспресс. Они стоят очень дешево и прекрасно справляются со своей задачей. Теперь давайте поговорим о том, как сделать качественные фотографии своих работ. Скажу сразу, для того, чтобы сделать хороший снимок, достаточно обычного смартфона. В этом вопросе гораздо важнее ничем, а в каких условиях вы делаете свой снимок. Если вы хотите создать идеальные условия для фотографии, выйдите с работы, которую вы заранее прикрепили к любой плотной поверхности на улицу. Желательно в солнечный день, в то время дня, когда солнце находится ближе к горизонту, нежели к зениту, и дает мягкий рассеянный свет. И сфотографируйте свою работу со штативом. Если у вас есть такая возможность, это лучший способ. Однако, я не думаю, что у каждого такая возможность имеется. В качестве альтернативного, более простого варианта, я бы рекомендовала делать фотографии у себя дома, но при этом важно правильно настроить освещение. Как это сделать, я уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылка будет в описании справа и также в конце ролика. Это не сложно на самом деле и совсем недорого, но может очень сильно упростить вам не только фотографирование, но и сам процесс рисования работ. В случае, если же у вас и этой возможности нет, все же можно сделать хорошую фотографию, которая с помощью постобработки будет выглядеть достойно. Вашей основной задачей будет не допустить ошибок, которые сложно или невозможно исправить в редакторе. Впрочем, эта задача актуальна при любых условиях фотографирования. А теперь давайте перейдем к редактированию или постобработке работ. Неважно, каким образом и насколько хорошо вы оцифровали свою работу. Дополнительная обработка в графическом редакторе ей потребуется в любом случае. Вопрос лишь в каком количестве. Но не пугайтесь, в этом нет ничего сложного. Сейчас я покажу вам на конкретных примерах без ускорения, как можно легко и просто улучшить качество фотографии. Кстати, в ВК-группе канала мне задали такой вопрос, насколько можно и нужно обрабатывать рисунок и можно ли накладывать фильтры. Так вот, хотелось бы ответить на этот вопрос. Все зависит от того, с какой целью вы редактируете свой рисунок. Если вы планируете впоследствии продавать свою работу, есть смысл придерживаться при редактировании ее оригинального вида. Иначе человек, который приобретет вашу работу, будет неприятно удивлен разницей между фото и оригиналом. Если вдруг при редактировании вы поняли, что фильтры или другая коррекция позволяют добиться лучшего эффекта, чем в оригинале, смело улучшайте вашу работу. Но не забудьте потом попробовать получить такой же эффект и в оригинале. Возможно, это даже станет некоторым стимулом для вас к развитию своего скилла. Кстати, если вы хотите также задать мне свой вопрос в ВК-группе и получить ответ в видео, вы можете это сделать. Для этого нужно вступить в группу. Ссылка на группу будет в описании, а также она находится в шапке канала. Как я говорила ранее, плюсом сканирования фотографии является то, что она не искажена в перспективе и освещена достаточно равномерно. Все, что вам понадобится сделать при редактировании такой работы, это добавить контраста, немного подтянуть яркость и при необходимости скорректировать цветовую гамму и убрать лишние элементы. Сейчас я покажу вам на примере одной из своих работ, как это можно легко сделать в программе Paint.Net. У меня на канале уже есть видео о том, как установить программу и как установить плагины к ней. Ссылку я оставлю в описании к видео и в подсказке к нему справа. Кстати, какую программу для редактирования вы считаете лучшей? Поделитесь своим мнением в комментариях к этому видео. Для начала уменьшаем размер отсканированной работы до 1200 пикселей по максимальной величине. Теперь давайте обрежем края фотографии, чтобы на ней не было посторонних деталей. Для этого в панели инструментов слева выберем кнопку выбор прямоугольной области. Зажав левую клавишу мыши, выбираем нужную область и, перейдя в верхнее меню изображения, обрезать по выделению, убираем лишнее. Отлично! Теперь нам не помешало бы добавить яркости и контраста нашему рисунку. Предлагаю это сделать следующим образом. Переходим в меню коррекция, прокручиваем ниже и находим выбор уровней. У вас откроется окно, а в нем две шкалы с ползунками. Не буду вдаваться в подробности, как именно это работает, это лишнее. Просто потаскайте ползунки вверх-вниз, поэкспериментируйте, пока не получите наиболее приятный вам результат. Не бойтесь делать что-то не так. Во-первых, вы всегда сможете вернуть положение ползунков в изначальное, нажав рядом с ними кнопку сброс, или вовсе вернуться на несколько шагов редактирования назад, выбрав сверху справа в панели журнал интересующее воздействие. Это, к слову, та самая удобная история действий, о которой я говорила в своем видео о Paint.net. Хочу показать вам еще один очень удобный инструмент редактирования, который перекочевал в Paint.net из фотошопа вместе с одним из плагинов. Это кривые. Они находятся в меню коррекция, кривые. Изменяя форму кривых вы можете очень легко изменить вашу фотографию, сделать ее светлее или темнее в определенных местах, контрастнее или ярче. Обязательно поэкспериментируйте с этой функцией, она очень полезна. Вот, собственно, и вся обработка отсканированного рисунка. Сравните, что у нас было и что получилось в результате. Теперь на примере другой работы я покажу вам еще несколько основных функций редактирования, а именно поворот изображения и удаление нежелательных фрагментов рисунка. Итак, допустим, работа отсканировалась и получилась лежащей на боку. Сейчас мы это исправим. Выбираем из верхнего меню изображение повернуть по часовой стрелке на 90 градусов. Теперь подрезаем края работы и снова переходим в меню коррекция уровня. Перетаскиваем ползунки, как в прошлый раз, до тех пор, пока не получится хороший результат. Напоминаю, если вы планируете продавать работу или просить на нее критику, при редактировании придерживайтесь оригинала работы. Готово. А теперь давайте избавимся от лишних точек на нашей работе, которые появились во время сканирования. Для этого мы воспользуемся инструментом клонирующая кисть в меню инструмента слева. Зажав Ctrl, выберите на работе место, которое вы бы хотели клонировать, а затем рядом с ним место, куда вы хотели бы клонировать выбранный фрагмент. Также не забудьте выбрать подходящий размер клонирующей кисти в меню сверху. И все. Теперь наводим курсор на лишние фрагменты и легко делаем их незаметными. Так легко и просто яркий и чистенький котик готов. Сравниваем результат до и после. Не все из вас рисуют в цвете, поэтому давайте разберемся, как отредактировать работу, выполненную простым карандашом на примере одной моей старой работы. Для начала давайте избавимся от желтизны. Так как работа у нас не цветная, это сделать очень просто. Для этого зайдем в меню коррекция сверху и выберем сделать черно-белым. Готово. Теперь необходимо немного подтянуть яркость и контрастность работы. Далее идем снова в меню коррекция и выбираем кривые. С их помощью делаем главного персонажа более контрастным. Теперь с помощью известной уже вам функции клонирования подчищаем работу от комочков ластика. Или я не знаю, что у меня там осталось тогда на работе. Как видите, весь процесс обработки не сильно отличается от обработки цветной фотографии. И нет в этом ничего сложного. Осталось еще немного подтянуть яркость и контрастность. Теперь все, можно сравнивать результат. Ну и наконец самый сложный вариант. Обработка фотографии, сделанной на смартфон с умеренным искажением, да еще и в тусклом нейтральном освещении. Давайте для начала избавимся от искажения работы. Для этого нам нужно перейти в меню эффекты, искажения, перспектива. У вас откроется окошко с тремя ползунками и четырьмя вариантами применения. Скажу сразу, данный инструмент потребует от вас терпения и некоторого опыта использования. Но ничего сложного там нет. Все интуитивно понятно. Пару раз обработаете фото и привыкнете пользоваться этим инструментом. После того, как фотография выровнена, обрезаем все лишнее. Затем с помощью функции клонирования подрисовываем недостающие края работы. Пришло время сделать нашу работу менее серой и более контрастной. Для этого воспользуемся уже хорошо известной вам функцией уровни из меню коррекция. С ее помощью сделаем птичку более сочной. После перейдем в функции кривые, также из меню коррекция. Кстати, не обязательно эти две функции использовать именно в этом порядке. Делайте так, как вам удобнее. И не бойтесь, что у вас что-то не получится. Все всегда можно вернуть обратно с помощью журнала. Также вы можете создавать копию слоя, с которым вы работаете. В конце я рекомендую воспользоваться функцией оттенок и насыщенность. Он поможет вам подогнать цвета работы под оригинал, если они были искажены предыдущими изменениями, ну или при желании вовсе поменять оттенок работы. Вот и все. Серая грустная птичка за пару минут превращается в яркую контрастную иволгу. Результат до и после на ваших экранах. Но это еще не все. Комментарий одного из участников группы ВКонтакте навел меня на мысль, что у некоторых из вас нет компьютера, но есть только смартфоны. Так вот, вы сможете отредактировать свои работы даже в этом случае. Представляю вашему вниманию отличное приложение Snapseed. И нет, мне не платят за рекламу. С помощью этого приложения вы можете легко отредактировать ваши фотографии, даже если они искажены в пространстве, как этот рыжий котик. Давайте попробуем его отредактировать и для начала выровняем фотографию. Идем в панель инструментов и выбираем перспективу. Перемещая фото в пространстве, с помощью пальчика добиваемся нужного эффекта. Кстати, перспектива в Snapseed, на мой взгляд, даже удобнее, чем в PaintNet. Итак, выровняли. Сохраняем изменения. Теперь давайте обрежем лишнее. Снова идем в панель инструментов, выбираем кадрирование и удаляем лишнее, выделив нужную область на экране. Теперь было бы неплохо зайти в меню коррекции и подтянуть немного яркость нашей фотографии. В приложении также заложены уже готовые режимы редактирования, стили. Выбираем понравившихся и применяем его к фото. Снова возвращаемся в меню инструменты и находим там уже знакомые и такие удобные кривые. С их помощью, как всегда, легко подтягиваем контрастность нашей фотографии. При желании можете еще поколдовать над работой. После не забудьте сохранить сделанные изменения. Теперь ваша работа отредактирована, сохранена и готова к публикации. Как видите, практически из каждой ситуации есть выход. Если фотография имеет хотя бы терпимое среднее качество, с помощью программы приложений ее легко можно превратить в яркую и насыщенную работу. Со своей стороны я сделала все, что смогла, чтобы не только показать вам процесс постобработки, но и сделать его понятным для каждого, даже для тех из вас, кто раньше не занимался редактированием своих работ. Ну а дальше дело только за вами. Я искренне надеюсь, что это видео поможет вам выкладывать свои работы в самом выигрышном свете и радовать ими окружающих, ведь в искусстве все должно быть прекрасно. И сам рисунок, и его подача. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Если вам понравился данный урок, поставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Пусть они тоже знают, как сделать свои работы еще ярче и красивее. Всем до новых встреч, пока-пока!